Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами продолжим знакомство со структурой предложения бурятского языка и возьмем с вами специальный вопрос. Давайте приступим. Специальный вопрос образуется у нас при помощи вопросительной частицы Б, то есть, если мы слышим в вопросе Б в конце, то это значит, что это специальный вопрос. Вот, например, би юха хабиб. Что я буду делать? Б ди юха хабибти. Ши юха хабши. Та юха хабта. Танр юха хабта. Тир юха хаб. Тир юха хаб. Тир юха хаб. Тир юха хаб. То есть, так же, как в общем вопросе, вопросительная частица вставляется в эту структуру. Но, в отличие от общего вопроса, у нас частица специального вопроса видоизменяется. С местоимениями я и мы мы видим, что меняется вот таким образом, выглядит как би. С местоимениями он, она, он. Они просто, как бы, и ты, и вы тоже самое, как бы, выглядит. И вот эта вот форма, это форма, использующаяся в изолированной позиции. То есть, та форма, которая пишется отдельно от того слова, к которому данная частица присоединяется. Итак, точно так же мы можем использовать данную структуру специального вопроса с формами настоящего времени. Би юхан вип. Что я делаю? Беди юхан випти. Что мы делаем? Ши юхан випше. Что ты делаешь? Та юхан випте. Что вы делаете? Танр юхан випте. Что вы делаете? Танр юхан випте. Танр юхан випте. Что он делает? Что она делает? Танр юхан випте. Что они делают? И, наконец, очень легко можем образовать форму прошедшего времени. Би юхэ вип. Что я сделал? Или что я делал? Беди юхэ випте. Что мы делали? Ши юхэ випше. Что ты делал? Та юхэ випте. Что вы делали? Танр юхэ випте. Что вы делали? Тир юхэ випе. Он что делал? Она что делала? Тиды юхэ випе. Что они делали? Тир юхэ випте. Chan журками. Дубьте юхэ випре. Давайте попробуем вместо фразы юхэ випque. Что делать? Вставить… Юхараха. Что – смотреть? Что ведете. Стрет юхэ випре. Три юхэ випре. Кавали бьюзикам. Би юхан випре. Что я видел или что я смотрел? Бади юхара випти, что мы видели? Ши юхарапша, что ты видел? Та юхарапта, что вы видели? Танр юхарапта, что вы вас много видели? Тир юхарап, что он видел, что она видела? Тиды юхарап, что они видели? На специальный вопрос мы не можем ответить да или нет. То есть мы должны включать свой ответ. То, что хочет узнать собеседник, задавая нам специальный вопрос. Например, ши юхарапша, что ты видел? То есть наш собеседник хочет узнать, что конкретно мы видели. Например, я могу сказать би кинохарап, я смотрел кино. Та юхарапта, би лондонхарап, я видел Лондон. Ши юхарап, би саочихарап, я видел Сочи и так далее. Итак, мы с вами только что взяли вопрос ю, что. И этот вопрос у нас стоял в форме прямого дополнения. Если же мы используем вопрос кто, то этот вопрос хын приобретает некое окончание. Это окончание используется в тех случаях, когда речь идет о людях. Например, хнии, кого. Таким образом, вопрос хын в бурятском языке обозначает только людей. То есть о лошадях, собаках, медведях и других замечательных существах мы не можем спросить кто хын. То есть грань проходит человек, не человек. В отличие от русского языка, в котором грань проходит по линии одушевленный, неодушевленный. Ну, давайте вместе прочитаем эти фразы. Би хнии харап, кого я видел. Беди хнии харапти, кого мы видели. Ши хнии харапши, та хнии харапта. Танр хнии харапта. Тир хнии харап, тиды хнии харап. При ответе на данный вопрос, если мы оперируем именами людей, мы должны поставить эти слова в правильную форму. Например, я видел саднома. Би сотномыи харап. Би сотномыи харап. Мы видим, что имя сотном, сотном, на конце есть вот такой вот звук е. Е, сотномыи е. Переходный звук е. Доржа. Доржи е. Доржа. Доржи е. Сотном. Сотномыи. Максим. Максимыи. Байыр. Байыры е. Жаргыл. Жаргылы е. Маша. Маши е. Даша. Даши е. Даша. Даши е. Норжи ма. Норжи ма е. И так далее. То есть, иначе говоря, те слова, которые оканчиваются на согласную или на краткую гласную, принимают вот такой вот, оформляются таким вот образом. Если слово оканчивается на н, то окончание немножко видоизменяется. Иван, Ивани, Дамдин, Дамдиньи, Джон, Джоннии. К этой же категории имен, которые принимают такое же окончание, можно отнести такие имена, как Пети, то есть те русские имена, которые оканчиваются на Я или на И. Например, Пети, Пети, Пети. Шюкинии харапша. Би, Пети, Ихарап. Или просто Пети. Если имя оканчивается на долгую гласную, это выглядит следующим образом. Намсарэ. 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 То есть мы произносим долгую гласную на конце. Намсарэй. Намсарэй. Би, Хнии, Харап. Намсарэй. Кого я видел? Намсарая. Баиндалэ. Баиндалэ. Хнии. Баиндалэй. Баиндалэй. В этом имени вы, наверное, заметили, что ударение стоит в середине слова. Это происходит из-за того, что имя состоит из двух слов. Баин. Богатый. Далэ. Океан. И напротив имени Намсарэя внутри нет ударения, поскольку это цельное имя. Кроме того, в качестве фраз, которые можно использовать, в данной структуре мы можем использовать также вопросительные слова. Например, хана. Где? Би, Ханавип. Где я? Где я? Би, Ханавип. Выди, Ханавипди. Ши, Ханавипша. Та, Ханавипта. Та, Нарханавипта. Тыр, Ханавип. Ты, Даханавип. Где я? Где мы? Где ты? Ты где? Где вы? Где он? Где она? Где они? И, отвечая на этот вопрос, мы должны снабдить то место, которое мы называем неким окончанием. Какое же это окончание? Например, фраза «киноадап». Я нахожусь в кинотеатре. Би, киноадап. Мы видим, что основа «кино» присоединяет окончание «да», и потом мы видим элемент, знакомый нам структурой. То есть можно было сказать «би», «киноадап», но можно сказать просто «киноадап». Итак, мы видим, что это окончание выглядит как буква «д» и некое гласное, которое, скорее всего, зависит от качества вот этой гласной. Таким образом, мы берем название «место» и присоединяем некое окончание, которое выглядит как «д» и какая-то гласная. Например, «ирху». Иркутск. Ирхудыб. Ирхуды. В Иркутске. Улануды. 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 Хякта. Хякта-да. Тунгхын. Тунгхынды. Ага. Ага-да. Баргыжын. Баргыжынды. Точно так же, вместо названия мест мы можем употребить это окончание с любыми другими словами. Например, с именами. Пети. Пети-ды. Жаргыл. Жаргыл-ды. Намсырэ. Намсырэ-ды. Леэны. Леэны-ды. Дамдин. Дамдин-ды. Дарима. Дарима-ды. Да. То есть на конце мы говорим дэ и какую-то гласную. Да. Да. На письме возникает вопрос, какую гласную писать, но в одном из прошлых уроков мы с вами уже брали, каким образом записываются эти неясные гласные. Например, если здесь мы произносим четко гласную «о», значит здесь мы в окончании пишем эту гласную «о». Если бы в конце слова мы произносили четко гласную «а», то тогда бы в окончании записывали бы гласную «а». Например, Москва. Москва-да. Если же в слове отчетливо слышится гласное «э», тогда, соответственно, и в окончании мы пишем гласную «э». В этом окончании могут варьироваться только три гласные «а», «о» и «э». Отдельно надо сказать о тех словах, которые оканчиваются на сочетании согласных в русском языке. Например, Красноярск или Новосибирск или Таиланд. В таких случаях бурятский язык пытается избавиться от сочетания согласных и разбавляет это сочетание путем повторения гласного, вставки гласного в конце вот этого сочетания. Например, Красноярска, Красноярска, не Красноярск, а Красноярска, Красноярска-да, в Красноярске, Новосибирске, Таиланда-да, в Таиланде. При этом, несмотря на то, что в речи мы вставляем гласную, на письме эти гласные не вставляются. Например, посмотрите, как записываются только что озвученные нами слова Таиланда-да, Красноярска-да, Петербурга, Петербурга, Петербург-да, в Петербурге. В тех случаях, когда слова оканчиваются на согласные Б, Г, Р, С, Д, эти согласные можно запомнить при помощи слова Багарсат, которое ничего не означает, просто для того, чтобы запомнить эти согласные. Б, Г, Р, С, Д. Пять согласных. Чтобы не запоминать пять ничего не значащих согласных, мы запоминаем одно необычное слово Багарсат. И вот если слово оканчивается на эти пять согласных, то окончание видоизменяется. Например, Сингапур, Сингапурта, Хятат, Хятатта. Например, запишем. Хятат, Хятатта. Солонгас. Солонгас-та. Сингапур. Сингапурта. То есть в Китае, в Корее и в Сингапуре. Ну, таких слов на самом деле не очень много. Большинство слов принимает вот это вот более распространенное окончание на да. Очередная песня, которую мы сегодня разберем, называется Дангеномни. Это очень популярная и известная песня, по крайней мере, была таковой, когда я был чуть моложе. Надеюсь, она вам понравится. Приступим. Данген. 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 Давайте прочитаем. Итак, мы выделили главный член предложения, Дорлажа Галваришта. Дорлажа означает глагол Дорлаха, влюбляться. Дорлажа. Глагол Дорлаха принимает форму Дорлажа из-за того, что это одна часть предложения, это вторая часть предложения. И для того, чтобы эти две части соединить, глагол Дорлаха принимает вот такую вот форму. Ну, на русский язык мы можем перевести примерно в такой же форме, как этот глагол, и там, как бы, иметь в виду, что это И, соединяется, как бы, союзом И. Дорлажа Галваришта, Галварха, расцветать. Галваришта, расцвети, пожалуйста, или просто расцвети. Соответственно, Дорлаха влюбляться, влюбиться, и в таком же ключе, как и конечный глагол, это будет влюбись. Влюбись в меня, Амрак Намханда. Амрак — это любимый. Наганда, в возрасте. В каком возрасте? В молодом и в чистом. В чистом молодом возрасте влюбись в меня, в любимого. Как трава, рожденная от ливня. Вот это вот окончание отвечает, как трава, рожденная от ливня, ну или от дождя, расцвети на земле или в мире, во вселенной, золотой. Расцвети на золотой земле. ШИКТЕ ЗОЛУМ БАЗРГА ШОНХМ СЕСЕК БУРГАДА ШУМ МИНАНДА СЕВЕРХЕ ПИШНИ ШАНДА ТУРГА Итак, это припев этой замечательной песни. Давайте прочитаем ее вместе. ШИКТЕ ЗОЛУМ ГАЗРГА ШИНИХИН СЕСЕГОРГАХЛ ШИМНИ НАМДА СЕВЕРХЕ ПИШНИ ШАМДА ДОРЛАХАП Для носителя бурятского языка, конечно, иногда кажется, что здесь чего-то не хватает и так далее, но как бы это песня конца 20-го, начала 21-го века, так что она как бы отражает те изменения в языке, которые постепенно происходят. Итак, давайте посмотрим, что означают отдельные слова и потом разберем, какой смысл несет себе припев. Подлежащие СИСЫК УРГАХЛ Здесь многие из вас могут понять, что это форма будущего времени, но какое-то непонятное окончание в виде ЭЛ, наверное, вас смутило. Да, это окончание, которое усиливает всю фразу и соответствует в русском языке частица Ж или ВЕТЬ. ШИНИХИН СИСЫК УРГАХЛ ШИНИХИН, определение СИСЫК означает цветок, ОРГАХА, расти, то есть в будущем времени это будет расти или вырастет. ШИНИХИН, новый. Новый цветок вырастет ведь. Далее. Обстоятельства. ГАЗАРГА. Откуда? Из земли. Из какой земли? Мягкой, влажной. Из мягкой и влажной земли вырастет новый цветок. Дальше. ШИМНИХИН, ТЫ. Мы знаем, что ТЫ это вот эта часть, ШИ. Что же означает МНИ? МНИ означает МОЙ или МОЯ. То есть ШИМНИ — это дословно ТЫ МОЯ. Ну, как бы не обязательно как бы она его, как говорится. Просто МНИ здесь показывает некую степень близости между двумя людьми. То есть не обязательно как бы в дословном вот таком смысле принадлежности друг к другу. Просто знакомые, отношения какие-то, может быть, более-менее близкие. Ну, не совсем чужие, как говорится. ШИМНИ, НАМДА, для МНЕ, или МНЕ, СИВРХН. СИВРХН. СИВРХН дословно означает ЧИСТЫЙ, СИВРХН. И дополнительное значение КРАСИВЫЙ. Ты для меня КРАСИВЫЙ. БИШНИ ШАМДА ДОРЛАХАП. И Я ТЕБЯ ПОЛЮБЛЮ. ДОРЛАХАЛЮБИТЬ. ДОРЛАХАП. Я ПОЛЮБЛЮ. БИШНИ. Дословно Я ТВОЙ. Опять же, ну, это не означает как бы такую принадлежность, да? А только лишь некую степень близости. ШАМДА ДОСЛОВНО ПОЛЩАЕТСЯ В ТЕБЯ В ДАНОМ СЛУЧАЕ. То есть, Я В ТЕБЯ ВЛЮБЛЮСЬ, ИЛИ Я ТЕБЯ ПОЛЮБЛЮ. Ну, и полностью новые цветы вырастут из влажной и мягкой земли. Ты мне кажешься очень красивой, и я тебя полюблю. Сегодня мы с вами познакомились с выражением специального вопроса в бурятском языке, а также научились определять свое местонахождение в этом большом, огромном и прекрасном мире. Надеюсь, вам было интересно. До новых встреч. Тахимулзатравай. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова